Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о своем заказе с каталога Фаберлик номер 15. Это будет первая часть. Вторая часть будет про заказ, который я сделала по карточкам бонусом. Итак, взяла я вот такую вот новинку. Это кличные матовые колготки с нежным эффектом велюра. Взяла я в трех цветах коричневый, серый и черный. Мне очень понравился коричневый цвет. На эти колготки я снимала отдельное видео, ссылочку там внизу, посмотрите. Там я все подробно про них рассказала, показала, как они выглядят на ногах. Очень хорошие колготки, мне они очень понравились. Они очень приятные, запаха никакого у них нет. Взяла по акции вот такую вот зубную пасту для романтиков. Я ее еще не пользовала, взяла попробовать. Артикония 8718. Она малиновая с мятой. Имеет вот такой вот яркий цвет, малиновый. Паста очень приятная на запах и на вкус. Она хорошо чистит зубы. У нее имеются скрабирующие частички пасты. Я каждый день пользоваться не буду. Буду чередовать. Взяла попробовать из серии гель-аппликатор антиакне с ихтиолом. Артикул 0480. До этого я пользовалась аппликатором из серии эксперт. Это такая белая масса, которую наносишь лопаточкой. Ну это, если честно, не очень красиво выглядит. Какой-то белый горошек на лице. Это средство им бесцветное. Вот так вот оно выглядит. Слегка может желтоватый оттенок. На лице так незаметно. Имеет аромат чайного дерева. Взяла я это средство на ночь. И на утро у меня уже воспаление спало. Краснота спала. В принципе, средство хорошее. Надеюсь, оно меня не разочарует в дальнейшем. Из декоративной косметики взяла вот такой вот лак. Цвет кокеткой серии Е2Е. Артикул 72.02. Вы этот лак можете наблюдать у меня на ногтях. Вообще, цвет такой для меня не свойственен. Я люблю из розовых более пастельные тона. Но взяла попробовать. Лаки из этой серии мне очень нравятся. У них очень удобная кисточка. Такая слегка приплюснутая. Лак очень быстро сохнет. Что для меня очень удобно. Наносить его нужно в два, либо в три слоя. На первый слой он наносится как-то неравномерно. Цвет действительно неоновый. И очень красиво смотрится при ультрафиолетовом освещении. Также из этой серии Е2Е взяла вот такой вот карандаш для глаз. Это коричневый карандаш. Пожирнее нанесу. Артикул у него 5309. Вот так вот он выглядит. Он имеет в своем составе блестки. Но блестки очень мелкие. И при нанесении на веко кожу не царапают. Очень понравился мне этот карандаш. Он хорошо пигментирован. Хорошо дает линию. Не растекается. Никуда не расползается. Держится весь день. Очень понравился. Может быть даже возьму какой-нибудь другой оттенок из этой серии. Также взяла новинку каталога. Вот такую вот матирующую увлажняющую пудру для лица. Волшебная вуаль. Артикул 6088. Цвет деликатный бежевый. Открывается она вот таким нажатием. Здесь два отделения. Для спонжа и сама пудра. Спонжик с одной стороны сделан под кожу. С другой стороны просто не прорезиненный. Сама пудра. Выглядит она вот так. У нее красивая такая гравировка. Видит цветка. Первые впечатления о пудре у меня положительные. В Т-зоне у меня очень быстро жирнится кожа. И вот нанесла ее где-то 3 часа назад. И пока она справляется со своими заявленными свойствами. При нанесении на лицо она дает матовый финиш такой вот. Но с ней, мне кажется, можно переборщить. Потому что я когда первый раз нанесла спонжем, ее было видно на лице. При нанесении кисточкой все это легче уже. Поэтому я буду пользоваться только кисточкой. Она очень такая шелковистая, мягкая пудра. Вот так она выглядит на коже. Очень приятно при нанесении. Кисточкой она набирается тоже очень хорошо. Вот буквально 3 мазка. Как вот она остается на пудре. Единственное но я боюсь за упаковку. Вот она у меня новая. А сама пудра уже вот, если вы видите, она вот так вот ездит там. Я боюсь, как бы она у меня не вылетела. Вообще на эту пудру я хочу снять отдельный обзор. И сравнить ее с пудрой из серии Secret Story. На этом первая часть моего заказа закончена. Посмотрите вторую часть. Там я расскажу о заказе по карточкам бонусом. Там были очень хорошие скидки, а также подарки. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. До свидания.